Нет трудоустроенных, все больше свободных рабочих мест, все меньше. На учете в Центре занятости населения сейчас стоят почти 2000 челнинцев. И там же сегодня прошла ярмарка вакансий. Подробно о том, как она проходила и о ситуации на рынке труда, расскажем прямо сейчас. Ситуация меняется буквально на глазах. Если в прошлом году организации города предлагали соискателям свыше 3000 рабочих мест, то сейчас вакансий значительно меньше. Это отметили и многие из посетителей сегодняшней ярмарки. Нет работы, скажем так, с тем и сталкиваюсь. То есть, по сути дела, мало сейчас кто нужен вообще. Работы нет. В этом городе работы очень мало, скажем так. При таком объеме безработных граждан отбор на вакантные места становится серьезнее. Растет конкуренция, требования к кандидатам повышаются. Впрочем, числи основных все те же. Наличие опыта и профильное образование. С последним в нашем время вообще проблема, сетуют работодатели. Как только поферили систему профтехобразования, электромонтеров нет. Есть экономисты, юристы, все подходят. Даже водители подходят. А электриков нет. Требования, опыт. Ну, если честно говоря, вот мы искали бухгалтеров. Там очень много резюме желающих. А начинаешь вот так вот отбирать, и мало. А самим соискателям, несмотря на общий неблагоприятный фон на рынке труда на этой ярмарке, было из чего выбирать. Работодатели представили порядка 170 вакансий в разных сферах деятельности. Требуются и кладовщики, и монтеры. Так что есть пока мужчинам, куда пойти трудоустроиться. Для женщин тоже есть вакансия. Требуются медики, требуются повара, кондитеры. Однако многие из пришедших жаловались на довольно скромные зарплаты по предложениям. Ведь пришли найти работу не ради самой работы, а ради будущего заработка. Зарплаты мало. Где-то 9 тысяч обещать, где-то 5 тысяч зарплаты. Я же не пенсионер еще. Одевать надо, квартплаты платить, кушать надо. Каждому детям надо, садик надо платить. Почти 3 тысячи надо платить. Мало зарплаты. Невозможно жить эти зарплаты. Некоторые признали, что месяцами ищут подходящее место. И шансов день от дня больше не становится. По прогнозам экспертов, Министерство труда и соцзащиты России ждать улучшения ситуации уже в этом году не стоит. С начала года количество безработных граждан увеличилось на 100 человек. Несмотря на рост безработицы, количество вакансий сокращается. Для этого ежемесячно проводится ярмарка вакансий. Сегодня в Центре занятости населения рабочие места челнинцам предложили 9 организаций города. Каждая из которых представила широкий ряд профессий. Яна Ушакова, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.